Акции «Газпрома» выросли на 17%, и это для большинства трейдеров стало неожиданностью, но только не для тех, кто следит за моими обзорами «Газпрома». Сегодня мы разберем, что будет в ближайшее время, наиболее перспективный прогноз с вероятностью 70%. Ровно такой же прогноз мы с вами составляли, когда еще «Газпром» был у отметки 110, 112, 115. И там была вероятность роста 70%. Я объяснял причины, которые могут привести к росту, технические причины в первую очередь, потому что мы как трейдеры можем опираться только на объективные данные, которые мы видим на графике, что там будет в плане геополитики или каких-то, скажем так, других факторов за пределами наших правил. Мы это не можем контролировать. Давайте сейчас посмотрим на график «Газпрома». Вместе со мной разберем, что было, почему ситуация, которая образовалась по «Газпрому», одна из самых сильных в трейдинге. Я вам пошагово покажу, как осуществляется вход в рынок, чего мы ждали, чтобы купить «Газпром», и что может произойти с большей вероятностью в самое ближайшее время, чтобы для вас это тоже не стало удивлением. Нарисую вам все, покажу, чтобы вы поняли, как вообще выглядел мой мыслительный процесс, что я говорил в предыдущих видео, и мы постепенно перейдем к будущему. От левого края к правому. Внимание на волшебный экран, волшебную доску. Смотрите. Когда рынок падает, когда рынок падает, вот как «Газпром», да, попробуем это воспроизвести. Вот он упал. Произошло резкое интенсивное движение. Когда такое происходит, обычно после этого, после вот такого стремительного, стремительного, ну там могут быть свечки поменьше, стремительного падения, стремительного падения, мы наблюдаем некое успокоение рынка. То есть рынок начинает из острого, вот этого острой фазы переходить в такую более боковую фазу. Это естественный цикл, потому что когда рынок двигается аномально сильно, вот если вы посмотрите на «Газпром», он никогда так резко не падал, ну по крайней мере за последнее время, и произошло падение на 30%, да, за месяц, это буквально 1% в день, это очень много. И чтобы потушить пожары, чтобы сбалансировать, скажем так, спрос предложения, рынок начинает уходить потихоньку, вот так закручиваться вбок, и обычно это закручивание сопровождается паттернами. И это паттерны очень распространенные в такой ситуации, это паттерны двойное или слабое, или разворотное, но их много форм. Вот такого плана мы видим, сформировалось двойное дно. То есть рынок немножко успокоился, начал балансировать, и все это происходило у отметки 110, да, около 110, скажем, вот здесь у нас уровень 110 по «Газпром». Рынок нарисовал дно здесь, и когда происходит дно, я уже вот как раз об этом говорил в предыдущем видео, когда на рынке формируется дно, мы ждем первую свечу, то есть вот у нас есть один, и у нас есть два, да, левая сторона и правая сторона. И когда формируется дно, мы ждем первую свечу, которая телом закроется выше максимум предыдущей свечи. Это очень важно, потому что если мы посмотрим вот сюда, мы увидим, что эта свеча, она зеленая, но она не закрылась выше максимум предыдущей свечи. То есть здесь сформировалась вот такого рода свеча, кто-то назовет ее, там, молот, я не знаю, пинбар, фитиль, какая разница. Но для меня это не несет никакой ценности, ну, окей, свеча и свеча. Куда важнее для меня, это первая свеча, которая телом закроется выше максимум предыдущей свечи после двойного дна. Но здесь этого не происходит, и рынок делает еще один, скажем так, маневр, который называется тройное дно. То есть получается, что цена идет наверх, вот здесь, вот она пошла наверх, незначительно, да, буквально там, хотя это даже не сказать, что она наверх пошла, это вот так. То есть она чуть-чуть ушла наверх, и потом здесь же мы видим вниз, образовав тройное дно. Ну, причем вот это, вот этот момент, он такой, вроде как не очевидный, но здесь очень часто рынок так делает, особенно после сильных трендов. Пришел и еще раз протестировал три точки касания, образовал, причем последнее такое совсем еле-еле-еле заметное. Если мы посмотрим, мы увидим, что здесь затем появилась такая небольшая быча свеча. Вот здесь у нас небольшая быча свеча. И вот следом пришла свеча, которая телом закрылась выше максимум предыдущей свечи. И вот что я тогда сказал трейдерам, что если это произойдет, вот здесь на правой стороне паттерна, вам нужно обязательно открывать сделку на покупку. Почему? Потому что вероятность роста Газпрома, она значительно увеличивается. И потом мы увидели небольшую паузу пару дней, и потом пошли вот эти большие свечи. И рынок пробил предыдущий уровень, и вот эту структуру. И вот здесь, когда мы с вами разбирали, а мы разбирали еще вот здесь, вот в этой области, посмотрите видео, я оставлю вот здесь в правом верхнем углу, мы говорили, что около 70% вероятность в среднем на рынке, что будет поворот Газпрома. Еще раз, основываясь на картинке, потому что я обучаю трейдеров мыслить картинками. Картинки – это то, что постоянно повторяется на рынке, то, что ты можешь запомнить, то, чему ты можешь следовать, то, в чем ты можешь быть намного эффективнее, в отличие от домыслов, фундаментальных каких-то анализов, того, что ты не можешь контролировать. Но что ты можешь контролировать, так это то, что должно быть первое, второе, третье, вот как здесь, импульс вниз, дно, более высокая цена закрытия, бай. И все это происходит на очень важной поддержке, в районе 110 плюс-минус. Причем здесь рынок образовал эту поддержку сам тремя точками касания. Есть. Теперь у вас другой вопрос, Аркадий. Ну, окей, здесь уже отработали, я успел, или я не смотрел ваше предыдущее видео, я не знаю, мне теперь понять бы, что будет дальше с Газпромом. А давайте разберем, что будет дальше с Газпромом, с вероятностью тоже 70%. Вот смотрите, сейчас цена пришла к ценности, вот эта зеленая зона, это зона ценности, где обычно цена отскакивает и пытается опуститься, потому что после роста рано или поздно наступит восстановление. Давайте здесь еще раз нарисуем, то есть вот у нас было дно, вот у нас было тройное дно, вот рынок взлетел. Он пришел к ценности, эта ценность называется точки волатильности, и это динамичный уровень сопротивления. То есть здесь рынок дошел до сопротивления, сопротивления, вот здесь, и вот вчера буквально, дошел до зоны сопротивления, и затем следует коррекция. И возникает вопрос, куда коррекция. Когда у нас есть тройное дно, то есть раз, два, три, нам очень легко отследить, куда может быть коррекция. Мы берем самую минимальную точку на этом отрезке, в данном случае мы берем точку 2, вот этот хвост, вот этот минимум мы берем, и отсюда растягиваем сетку Fibonacci, Fib, Fibonacci, отсюда до максимума, который был вчера. И у нас уже формируется зона коррекции, это 38,2, да, и 61,8 Fibonacci. Это вот две зоны, куда обычно корректируется цена, когда на рынке есть двойное или тройное дно. То есть дно сформировалось, новый максимум, то есть пробили этот максимум, максимум, пробили этот максимум. Да или нет, да. Затем идет коррекция. 38,2 это уже практически сейчас. Вот если мы посмотрим, рынок близок к этой коррекции. Но так как общий фон по-прежнему медвежий, и это первое такое рыночное восстановление, я думаю, что более правильно рассмотреть покупку в районе 117-118. Безусловно, вы не можете покупать сразу, и в этой точке вам нужны подтверждающие критерии. Кто у меня торгует оппозиционные трейдеры, они используют, сейчас перейдем на часовик, они используют смарт-осциллятор мой, чтобы вот такие моменты с высочайшей точностью выявлять, где лучше фиксировать прибыль. То есть я сейчас перейду на час. Вот вчера осциллятор достиг своего предела, и вот эта зона для трейдеров была зона фиксации прибыли. И сейчас мы видим, Газпром уже отскакивает, опускается как раз к первой нашей области, потому что если мы возьмем Фибоначчо, растянем от минимума до максимума, то мы видим вот 38,2 первая зона, и она совпадает с уровнем. Но самое интересное, на мой взгляд, 117-118, это область для поиска длинных позиций по Газпрому. Но еще раз, мы никогда не покупаем, просто потому что там одно условие есть. Мы комбинируем различные технические аргументы, чтобы прийти к решению, а не так, что только один сигнал, мы входим, но так никто не торгует, это совершенно неэффективно. Соответственно, коррекция 61,8 – это хорошее место для поиска длинных позиций. Это наш уже третий прогноз. Первый был здесь, мы ожидали, бай рынок отскочил, даже тоже на 10, наверное, нет, чуть меньше процентов. Потом мы говорили про покупки здесь, здесь вообще сумасшедший патрон, слабое дно, если вы знакомы с моим подходом. И это уже третий, да, третий шанс купить Газпром, не продать. Купить, безусловно, вы здесь можете продать, там фьючи, может быть, оно уже поздновато продавать, надо было продавать вот здесь как раз, когда осциллятор зашкаливал, потому что это самый точный индикатор, который показывает и поворот на рынке, и начало тренда, то есть он охватывает все, скажем так, рыночные ситуации и позволяет вам с очень высокой вероятностью находить моменты, когда рынок остановится, или когда рынок ускорится. Таким образом, вы можете быть в нужное время, в нужном месте. Если вас это интересует, я оставлю ссылку под этим видео. Регистрируйтесь на сайте, подключайте пробный период или сразу выбирайте оптимальную подписку и увидимся с вами не только на онлайн-торговле, но и в личном кабинете на сайте. Все там подробно расскажу, покажу вам, и вы сможете это применять на своих рынках с очень высоким уровнем профита. Все, пока, до связи. Субтитры сделал DimaTorzok